Более 35 лет без перемены места жительства рассказывает о себе Сергей Зотов и радуется тому, что теперь живет в собственном доме. Год назад он переехал из квартиры в Зубчининовке в частный сектор. И хотя забот стало вдвое больше, возвращаться в многоэтажку не планирует. Сегодня к хозяину дома приехали сотрудники МЧС для того, чтобы проверить, как соблюдаются меры противопожарной безопасности. Такую памятку вам вручим с людьми мер пожарной безопасности в частном доме. Спасибо. Будем изучать. Случай возгораний в жилых домах учащается с наступлением осенне-зимнего сезона. С начала этого года в Самаре произошло 106 пожаров, в которых погибли 9 человек. Еще семерых, в том числе одного ребенка, пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести. Рейды по соблюдению мер противопожарной безопасности проводятся сотрудниками МЧС регулярно. Жителям разъясняют, как себя вести в случае возгорания жилого дома и что делать, чтобы подобного не происходило. Самарцы реагируют с пониманием. Я думаю, это надо, потому что горят дома-то и зубчининки тоже сколько. Конечно, я думаю, это надо проводить. Чтобы не пришлось экстренно вызывать спецслужбы, за частным домом необходимо следить. В первую очередь закрывать в коробку провода от внешних воздействий, в том числе дождя и снега. В период отопительного сезона особое внимание уделять состоянию электропроводки, не оставлять без присмотра электронагревательные приборы, также печное отопление, если оно у кого-то используется в качестве обогрева. Также нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и оставлять электрические радиаторы без присмотра. Особое внимание частным домам с плотной застройкой, где в непогоду есть риск распространения огня на соседние жилые строения. В МЧС напоминает, в случае пожара необходимо звонить по номерам 101 или 112. Вызывы на номера экстренных служб бесплатны. С мобильного телефона можно позвонить, даже если номер заблокирован за неуплату или в телефон не вставлена сим-карта. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.